безусловно я был бы не я если бы я опять не схватился за деда которого начал я терзать в прошлой задачной сессии первый подход не увенчался успехом пришло время попробовать свои силы еще раз спешу доложить два часа партера такого незабываемого и бесценного опыта использование сперва всех возможных допустимых вариантов заточки когда эти варианты были исчерпаны начались применять недопустимые варианты заточки к огромному счастью итог и это абсолютно логично он привел к двум выводам вывод номер раз заклинаю вас дети мои не выходите на болото в ночное время когда силы тьмы властвует безраздельно и вывод номер два очень быстро в процессе заточки к вам придет понимание что вот эту конкретную единицу вам не заточить вот оно очень быстро это понимание вас настигнет мне кажется как только это произойдет мой вам скромный дружеский совет бросайте оставляйте вот эту единицу в сторону там дело не будет в любом случае чутье и это такая такая незримая и невесомая область нашего подсознания которая с одной стороны ее нельзя объяснить а с другой стороны ее нельзя обмануть поэтому не обманывайте судьбу не тратить это безобразие это какой-то ужас ничего же тут не стал я пока вытирать не помешаю ради просто чтобы остальные она не бросала на остальные тени хотя одним словом утвердился прям вообще два раза утвердился два часа утверждался сегодня утвердился в том мнении что это не инструмент для бритья откладываем в сторонку теперь по сегодняшним кабар у него вот здесь был безумный скол бритва абсолютно не пользованная была почищена был произведен технологический барьер для того чтобы вот этот скол но он он значительным был он был настолько значительный что он оставил микротрещину после себя вот здесь это тоже такая вещь нередко поэтому был сделан технологический барьер вот здесь была профилирована вот эта кривизна пятки а точнее сказать перехода режущей кромки в области пятки в стабилизатора жесткости естественно бритва была заточена ну понятное дело но глазу не видно но я обязан это констатировать дабы игорь как законный владелец которого я опять же таки приветствую категорически он должен быть в курсе того что трещина там присутствует она понятное дело что ни на что она не повлияет но понимание есть знание а знание есть сила обратно точно так же итак под номером первым у нас каббар под номером вторым наверное самые мои ну вообще немцев всех люблю но р занимает особое место в моем сердце первокачественной английской стали английской правильно написали с буквой и это у нас бортовой номер 1638 очень было плачевное состояние бритва разбиралась ну здесь тоже бритва чести лисея единственная пума она была более или менее приличная поэтому чистилась она без разбора и кабар без разбора и очистил йовику и вот этот иран я разбирал все вычищал вымывал вышлифовала и полировал собирал и потом уже затачивал наверное у них какой-то был мягко говоря нюанс в закалке поскольку вот все стали эрновские которые не попадают в руки вот они все какие-то такие вот так чтобы не вешать никаких ярлыков я бы назвал их сухими чрезмерно вот такой под номером 2 пума 75-го номера пума есть пума тоже отличительная особенность достаточно стали такие капризные хотя вот материал у них оправ с которым никогда никаких вопросов не возникает пума номер три и вот штука с которым никогда не как с которой никогда никаких проблем нет это славно известная йовика отличная стали правда опять же таки и в этом случае где-то вот здесь вот микротрещинка имеется но и не видно поскольку она чуточку больше ширины фаски но там она есть сталь отлично насколько мне память не изменяет доводилось бриться неоднократно именно именно и бреет классно она извините по-другому обратную сторону точно так же вот в общем то и все группа обработана в полном объеме естественно сейчас аккуратненько упакую и буду передавать законному владельцу при первой возможности в общем то на этом тогда все спасибо за внимание всем стального здоровья и до скорых встреч в эфире пока